Доброе утро, уважаемые зрители Ютуб. Сегодня проводились испытания по генератору тока по схеме СССР. Что выявилось? Система работает в принципе. Подсева батареек не обнаружено. Обнаружилось перегрев реле китайского. Вот в этом направлении будем работать. То есть китайское реле дает перегрев. Прогон показал, что система перспективная. То есть надо доработать. То есть испытания, как говорится, уже пошли. То у меня были проблемы с батарейкой. Но сегодня мы удалось восстановить старую батарейку. Спасибо. Люди подсказали, как. Говорится, были пробиты дыры. Там как бы батарейка была заколоченная. Без обслуживания. Подсказали люди, что надо пробить дыры. Пробил дыры, шесть дыр. Залил туда воды. Правда, дистилата у меня не было. С бутылки чистой воды. Бутылочной чистой. Не с крана. Залил воды туда. Заправил. Она показала, что, как говорится, держит заряд. Даже лучше, чем дел мне. Которая как бы работает. То есть, значит, с аккумуляторами дело наладилось. Система работает. Что осталось? Провести, значит, испытания дополнительные. Сегодня мы проводили просто испытания кругового типа. То есть, нагрузку не выделяли. Но. Видно, что запас там был по току. Но. Я не мог подать. Мощность. Хотя бы там на сто. На сто пятьдесят вольт. Максимум подавал на шестьдесят. То у меня выход был где-то. Сто тридцать. Когда батарейка, значит, заряжалась. Она падала. Напруга падала. До восьмидесяти. До восьмидесяти. Но она может и упасть. В принципе. И до пятидесяти. То есть, можно было зарядить туда еще нагрузку. Но. Хотел я нагрузку поставить. Но как стал щупать эти реле китайские. Они уже горячеватые были. То есть, не хотел полить. То есть, сейчас проведем испытания без нагрузки или с малой нагрузкой. И главное, что этот макет работает. Это уже, я вам говорю, сто процентов. То есть, система Владивосток еще не опробована до конца. Хотя было там, что батарейка на заряд идет. Но там были что? Какие нюансы? То, что там батарейка. Батарейка. Требует большой заряд. По системе Владивосток. А по этой системе. Я поставил сначала на десять минут. Вот, чтобы, к сведению. На десять минут даже много. То есть, поставил на три. Уже лучше. Вернее, на пять сначала. Говорите, сбои. На три уже лучше. То есть, я думаю, завтра еще продолжим испытания. Я думаю, что минут, а то может и тридцать секунд. Но меньше тридцати секунд нельзя. Потому что разгон системы идет секунд двадцать. Сам разгон. При больших оборотах. При малых секунд двадцать. То есть, вариант. Минута. Я думаю, на минуту поставим, проверим это все. Сегодня прогонял. А схему вы эту не видели еще. Я вам показывал Владивосток. Ну, на днях запишу это все. Сейчас пока, как говорится. Для чего это ролик я делаю. И для тех, кто это тоже делает. Ну и для себя. Для того, чтобы потом посмотреть ролик. Не повторить. Если где-то, как говорится, нестыковка. Чтобы я не повторил одно и то же десять раз. То есть, написываю ролик. Потом просматриваю, где ничего не вышло там. И это для тех, кто это, может пошел по моему пути. Собирает тоже по системе СССР и Владивосток. То есть, собирает система верная. Итак, продолжим испытания. Потом уже, скорее всего, когда все это утрясется, заснимем ролик. Для показа уже реально. Ну, схему вы видели. С кем-то дофига. Я уже сегодня не стал рисовать. Изменения в той схеме, которую я вам дал, одно. Время у меня там было. Переключение. Десять минут. А я сейчас, путем опыта сегодня, пришел к выводу, что чем меньше время, тем лучше. У нас остается много энергии для потребителя. То есть, батарейки не просаживаются сильно за минуту. Я там посчитал, она там может просадит вата-3 всего. Чтоб зарядить вата-3, это значит пустяковый надо ток ей. Она же как-то засасывает все. Ну и дальше выпрямитель. Там еще выпрямитель, значит. Всего он на 12.98 там больше не дает. Можно было прибавить напряжение, конечно. Сейчас вот еще выпрямитель надо найти. Ну и с реле будем смотреть, если сейчас вот пока на этих, пока я не испарил. Если еще так придется доставать помощнее, то есть будете делать реле надо помощнее. Хотя на китайских написано десять ампер, это значит. То есть должны держать примерно 200 ватт, 250 ватт, 300 ватт. Но они нихрена не держат, то есть греется. Поставлю на минуту, может не будет греться. Но опять-таки, все равно их придется менять. То есть они все с одинаковыми этими идут, с синими. Вот эти реле само. А там уже схема переделана там и так, и сяк. Ну само реле все стандартно идет. 250 вольт, 10 ампер, 30 вольт по стоянке, 250 вольт переменки переключает. Переменку, как они пишут, она должна держать, значит, 2 киловатта. Ну какой там 2 киловатта? У меня тогда, когда запускал водеосток, она уже при, там что-то 300 ватт было. Задымилась первую, я уже спалил. Правда, нашел такие релюшки. Эти релюшки можно найти, но толку-то с них перепаять. Со старых инверторов, хоть не инверторов, и ЧБ. Ну там все такие, все одинаковые стандартно идет. Тут надо искать сейчас реле, чтобы было более мощнее. А в принципе система работает. То есть уже, как говорится, подходим к концу. Осталось еще провести опыты. А после этого будем собирать в какой-то уже ящик. Какой-то ящик железный большой. Чтобы все это, у меня сейчас, как вы видели, на полу там все. Фровод там, это там. Все скомпоновать в один ящик. Сделать хорошую вентиляцию. Генератор маленько прогревался. Ну не сказать, чтоб там сильно. Час я гонял где-то, он нагрелся может до 50. А у него допустимо там до 150. Но все равно, чем меньше нагрева, тем лучше. То есть вот такие дела. То есть пока, значит, все нормально. Система работоспособна, можно собирать. Какие, значит, надо там делать, самое, недоделки, тогда делаем. Ну все. На этом сегодня разговор закрываю. До свидания. До следующей встречи. на пире.